Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Простите! Все в порядке, Лидия. Что вы хотели? Адвокат Андрея Алексеевича пришел полчаса назад. Проходи! Ну ты как, Марин? Никак. Извини, другого слова нет. Присаживайся. Да, печально. Какая-то нелепая смерть. Смерть. Эти горные лыжи. Я часто говорил... Олег, я прошу тебя, можно сейчас мы не будем об этом? Я не могу. Ты же по делу пришел? Да. Ты единственная наследница. Помимо того, что тебе передается по счетам, я должен передать тебе вот это. От чего это? Не часто ты бывала в кабинете мужа. Прошу. Что здесь? Самая личная вещь. Когда подпишем бумагу? Можно не сегодня. Это все. Извини меня, пожалуйста. Подпишем немного. Как же я люблю тебя. Волюм-то. Это сербский? Люблю тебя. Когда это все закончится? Когда мы, наконец, будем вместе? Скоро. Обещаю. Что это? Не знаю. Это Фолков. Что происходит? Не знаю. Женя, они не могли узнать. Прячься, Злата, прячься. Здравствуй, Женя. Привет. Мы пройдем. Да, конечно, Егор. А что случилось? Ты прекрасно знаешь, что. Ладно, я дверь закрою. Я тебя умоляю. Не надо, я устал. Успокой его. Где твоя карта? Где карта, Женя? В спальню. Р spots на телек 안에 тепло. Высторк Blue Alice, какая думаетесь? Где карта? Где карта? В сутки не bouхнилась. Р notable К ambiguous Dft censurar на телекstroişный аркrie. На телеки, kuntн гряどうこ bleiben? И не значима. Г спорт кто не погиб promotes тебя? Не забываем. Гор nas и тренежил арктии. И к примеру, простите. А что сама мы пошли жить куда свят в брас отста? Ну что, идем? Если ты все знал, почему сразу не убил? Ну что ты? А как же наша старая дружба? И хоть ты ее и предал, мы все же дадим тебе шанс выжить. Один из десяти. Что? Нет, нет, не надо, только не это. Нет! Да не кричи ты. Егор! Соседи разбудишь. Прочухался, наконец. Что? На курорте. Это что, тюрьма? Возможно. Только я не думал, что тут есть такие комнаты. И пахнет здесь как-то по-другому. Здесь? Где здесь? ОГА 98, дробь 18, полярная сова. Это что? Колония особого режима для тех, кто на пожизненном. Колония? Какая колония без суда? Какая пожизненная. Я даже не уверен. Последняя, что помнишь? Гонка. 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 Серега, гляньте, что с ней! Свалил. Вон он! Давай, давай! Погнали за ним! Стоять! А ну, стоять! Стой! Стреляй в дубу! Не двигаться! Лежать, я сказал! Сумалыч, а? Сумалыч, а? Так, открывись. Ну, все, давай. Так, стой. Подошли на него. Погоди. Может, мы его это… А? Эй, ребят, вы чего? А? А потом… Я не помню. Я не помню, что было. Голова болит. А ты… Лег спать у себя в одиночке и проснулся здесь. И вот… Свежий след от укола. Свежий след от укола. На себя посмотри. У меня такое же. Это что за дела? Где мы? Там параша. Эй! Открывайте! Успокойся, не кипиши. Выпустите меня! Открывайте меня! Чтоб я сдул. Волков. Все начнется через час. Я понял. После того, как мы забрали Женю из дома, я прислал людей проверить там все. Ничего в пользу того, что он нас предал, не нашлось. Но ведь он пытался убить тебя. Ты сам говорил. Зачем же ему делать такое, если он не виноват? Допустим. Но если так, почему вы сказали ввести его в бессонницу? Если считаете, что он внедрил подставного, надо его расколоть, чтобы узнать, кто это. Поверь, Волков, если кого-то внедрили, то имени ему точно не сказали, опасаясь такой вот ситуации. Бессонница — единственный способ узнать. Он выведет нас на агента, потому что тот будет его единственным шансом на спасение. Мы сильно рискуем. Надо отменить все. Ставки уже сделаны. Ничего отменено не будет. Часы тикают, и у тебя час. МИЛИТАТИННОГО Мне страшно? Не бойся, девочка, не бойся. Меня зовут Ира. Нас что, похитили? Как мы сюда попали? Я не знаю, Ир. Я думал, что дело касается только меня, когда соглашался. Я... Я не думал, что будет кто-то еще. Соглашались на что? А вы кто? Я? Я… Я просто учитель в школе. В школе? Ну да. Учитель химии Олег Викторович. Но с учетом обстоятельств можно просто… Олег. Так на что вы согласились, Олег? Вы так и не сказали. Что все это значит? Я думаю, что ничего хорошего. Олег Викторович. Что это за карточка? Чем занимался Андрей? Я вообще не слышал, чтобы он сюда ездил. Это редкое мероприятие, Марин. Всего раз в году. Я готов. Так-с. Я готов. Пустите. А что за укол? Тихо. Следующего. Отпусти. Отпусти меня. Убери руку. А ты что за хер? Мальчик, не груби. Да пошел. Так, так. Сучонок. Привет, док. Привет, Женя. Ну что, не думал, что окажешься здесь сам? Да уж. Раньше я стоял вместо этого. Это да. Давай, калиру же. Ну вот и все. Ну что, удачи тебе. Тихо. 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 Марина, его не пустят. Сережа, спасибо. Поезжай. Я позвоню. Ну, мы одни. Ты можешь мне сказать, куда мы идем? Кариш, давай чуть попозже, а? Нет, не попозже. Я должна знать, куда я иду, вот что там такое, куда ходил мой муж. Это казино. Ах, казино? Ну, следовало догадаться. Давно пора догадаться. Ты же прекрасно знаешь, если вспомнишь, как он это любил. Да, правда, я думаю, что их закрыли. Но да, для денег закон не писан. Ну, конечно. А что вы там были? Это нужно. Если ты хочешь получить свои деньги. Послушайте, там со мной в комнате девочка была. Ира, вы что, ее тоже сюда? Она же ребенок. Что это? Это лекарство. Не бойся, это не больно. Ой, а что с руками-то? На тот свет торопимся. Угу. Откачали, суки. Угу. Судя по винтам, поперек резала. А вены надо резать вдоль. Да, я учту на будущее. Спасибо, доктор. Пожалуйста. Ну, почему я должна туда идти? У тебя именная карта. Ты единственный наследник. А по правилам, все, что на ней, переходит автоматически тебе. Все, что на ней, что на ней? Деньги? Не только. На ней вся информация. На ней ставки. Буквально перед гибелью Андрей сделал ставку. Ставки? Угу. И ты ради ставки меня сюда притащил? Олег, ты в своем уме, у меня муж умер. Какая к черту ставка? Я плевать хотела на эти деньги. Щу-чу-чу. Его ставка сто миллионов долларов. А в случае выигрыша приз в три раза превышает ставку. Что? Почему лифт остановился? Карточку нужно. Твою карточку ставит. Смелее. Ну? Сто миллионов долларов. А что же там играют? Ну, сейчас и узнаешь. Да что вы хотите со мной сделать? Отпустите меня! Зачем это? Что это такое? Следующий. Как я это все ненавижу. Доктор, без лишних слов. А хотите я сама? Не переживайте, я медсестра. Спасибо. Я уже сам. Что за лажа? Закройся. Я смотрю, ты смелый, да? Может, один на один побазарила? Чё делаешь? Слышь? Один на один? Один на один? Я бы тебя вообще убил. Хорошо, что ты тут. Таких тварей, как ты, давить надо. Док, кали. Уведите. Рискнешься, сука. И дайте ему нормальную одежду. Не врубишь ему бегать. Спасибо. Добрый вечер. Вашу карточку, пожалуйста. Что? Вдова Андрея Алексеевича. Новый владелец карты. Сейчас мы проверим ваши документы, и вы пройдете в зал. Все. Десять. Каждый год я с ужасом жду пятого дня. Да успокойтесь, вы, доктор. Большинство из них здесь по своей воле. А те, что не по своей, заслужили этот укол. Мне же от этого не легче. Дамы и господа, добро пожаловать в Бессонницу. Для тех из вас, кто не знает, с настоящего момента вы участвуете в игре. Игроков десять. Каждый получает машину, паспорт, права, часы, благодаря которым мы будем получать данные о вашем пульсе и местоположении. Смартфон, с которого вы сможете связаться с любым другим участником Бессонницы и узнать его местоположение. Блин, а что все это значит? Назначение денег и оружия, думаю, объяснять не надо. Я же никому ничего не сделала. Не бойся, здесь всем страшно. Я сейчас заплачу. Помолчал бы ты? Итак, правила Бессонницы. Они крайне просты, но рекомендую послушать их очень внимательно. Каждому из вас была сделана инъекция специально разработанного препарата. В случае, если вы заснете, этот препарат остановит ваше сердце. Олег, что здесь происходит? Кто все эти люди? Что за Бессонница? Марин, Бессонница – это игра. Игра с огромными ставками. Десять игроков, один победитель. Но такие огромные ставки, секретность, охрана, на что здесь играют? На жизнь. Вы что хотите от нас, а? Где вы? Иннат, не кричу. Вы можете выбрать любую тактику – скрываться и пересидеть остальных, или сокращать число своих конкурентов физически. Я не могу в это поверить. Олег, это чудовищно, это… это бесчеловечно. Мариночка, когда на кону такие огромные деньги, вопрос о человечности не стоит. Последний оставшийся в живых считается победителем. А приз? Победитель получит три вещи – десять миллионов долларов, настоящий паспорт с новой личностью, и, что важнее всего, укол, нейтрализующий действие препарата. По-другому обратить его действие невозможно. Даже не пытайтесь. Между сном и смертью для вас теперь знак равенства. Ништяк. Это что, все розыгрыш, да? Дороговато для розыгрыша. У каждого из вас есть своя причина, по которой он здесь. Возможно, не каждый из вас ее знает, но, думаю, узнает. И она будет вести его. А теперь запреты. Первый – часы снимать нельзя. Второй – говорить о бессоннице никому нельзя. Третий – пересекать Московскую кольцевую дорогу нельзя. Тот, кто нарушит любой из этих запретов, столкнется с судьями. Судьи всегда будут знать ваше местоположение. Судьи могут заменить оборудование, если оно откажет. Судьям вы можете сообщить о любых нарушениях правил, и судьи же накажут любого нарушившего правила. Да? Ну и какое будет наказание? Смерть. Ну что? Тогда начнем прямо сейчас. Кто смелый? О, у нас тут герой. Иди сюда. Патроны в бардачке машин. Первый и каждый десятый час игры являются часами перемирия. Насилие в них запрещено и карается судьями, как и любое другое нарушение, смертью. А ничего, ты еще приткнешься. В виде исключения, по незнанию правил, игрок номер восемь будет оставлен в игре. Однако в наказание он лишается оружия. Сука, я тебя запомнил. Предыдущий рекорд продолжительности бессонницы – шестьдесят два часа тридцать три минуты. Итак, игра началась, дамы и господа. Удачи вам. Ты куда? Ты куда, Марина? Марина, Марина, ну подожди, Марина. Ты понимаешь, что это такое? Девять человек погибнут. Ради чего? Ну, таковы правила игры, Марина. Игры? Какой игры? Ты понимаешь, что ты говоришь? Об этом нужно сообщить. У меня есть знакомые в руководстве ФСБ. Надо, чтобы они… Да успокойся ты. Может быть, все твои знакомые в этом зале-то и сидят? Это во-первых. А во-вторых, все, кто здесь находится, автоматически являются соучастниками. Я не являюсь соучастницей, ясно? Да за это пожизненное надо давать. Кто вообще придумал этот ужас? Я не могу поверить, что мой муж… Таких, как твой муж, здесь десятки. И еще десяток более весомых людей. Все, кто в этом зале, уже повязаны. И они не дадут, не дадут раскрыть свой секрет. Они не позволят лишить себя этой бессонницы. Это верхушка общества. Ну, потом, Марин, кровавые игры были во все времена. Например, время, да, ну, в древнем, в древнем. Аристократия, ну, как они любили, они обожали, с ума сходили по этим гладиаторским боям, а? Это наш коллизи. Я все поняла. У тебя доля ставки. Обычная практика. Я доверенное лицо. На мне все формальности. Практика может быть и обычная, а вот ставка, похоже, очень необычная. Андрей никогда столько не ставил. Обычные не более миллиона. Ну, а какой у тебя процент? Десять процентов. Тридцать миллионов долларов. Я все поняла. В общем так, делай все, что хочешь, а я принимать в этом участие не буду. Я ухожу. Ну, погоди, погоди. Сейчас самое интересное в этом. Я рад приветствовать вас, дамы и господа. Прием ставок объявляется открытым. В любое время вы можете приехать в казино и узнать, как идут дела у вашего игрока или сделать новую ставку. Как всегда, хочу предостеречь вас от попыток помочь своему игроку или помешать другому. Такая попытка приравнивается к нарушению правил и также карается судьями. И как всегда, хочу пригласить наших особых гостей, сделавших слепые ставки, занять свои апартаменты и прибыть вечером на ужин в честь первого дня игры. Как вы знаете, слепые ставки во много раз превышают лимит обычных. И их обладатели не могут покинуть казино до окончания игры. Вот это я хотел тебе сказать, Марин. У тебя ставка слепая. Все уехали, а ты чего? А я не умею водить. У меня и прав-то нет. Я вообще несовершеннолетняя. А как ты вообще сюда попал? Почему? Тот человек сказал, было причиной. И блин, я вообще не знаю, что с этим делать. Я даже не умею стрелять. Я тоже. Ну хочешь, поехали вместе. Ты что, серьезно? Ну а почему они? Вместе как-то веселей. Лёшка, ой, привет. Лёша, мама. Лёша, Лёша. Ну, ты даёшь. Неделю не звонишь, не приходишь. Ну, покажи. Я так заехал поздороваться, перекусить, мам. Опять не бойся. Всю ночь на машину гонял. С друзьями. Да я просто… Да ладно, не оправдывайся. Не доведёт от этого добра. Лёша, ты пельмени будешь или тебе суп разогреть? Суп. Да, суп. Посиди пока в машине. Я домой схожу и вернусь. Домой? Зачем? Зачем? Понимаешь, у меня дочь примерно твоего возраста. Ей нужна сложная операция. И чем скорее, тем лучше. Иначе она умрёт. Я пошёл на игру сам. Ради пятиста тысяч. Вот или ради этого жизнь? Ну, зачем? Ну, можно же было продать квартиру или машину. Ну, я и не знаю, там… Придите, в конце концов. Понимаешь, Ира, у нас ничего нет. Ни машины, ни… Тут ещё такая беда случилась. В общем, я не хочу об этом говорить. Я схожу домой и вернусь. Олег! Вот, возьмите. Спасибо. Олег. 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 Смотрите. Мой. AF-10. Олег. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мам! Ау! Посиди со мной. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА У тебя... у тебя все в порядке? Да, я в порядке. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Леша! Леша! Все нормально, мам! Все нормально! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА За этим нужен особый присмотр. Я тебя умоляю. За Уркой? Да он первый вылетит. Найдет себе проблему. Он набухается, забудет и уснет. Боец. Злата! Ты где? Что? Плывешь. Простите, устала. Ты изучала досье. Расскажи Егору про этого, чтобы он не был так беспечен. Игорь Коваль. Приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. Главарь преступной группировки. Они занимались заказными убийствами по всей территории России на протяжении пятнадцати лет. На их счету порядка пятидесяти убийств. Половина из них лично наковали. Понял, в чем дело. Он придумывал планы. Изобретательный убийца не боится смерти. Извините, кто? Извините. República underscore seek 이 만드는 poder. Он не был такой филой. Правила.. fulfill, что он встает проживая. ТЕЛЕФОННЫЙ 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 Чё тебе надо, дядь? Здорово, дядь. Здорово, кто не шутишь? Дело к тебе есть. Ну? Ты ствола лишился? А у меня один есть. Интересно? Ну, допустим. Ну, тогда подкатывай. Женя после него самый опасный. Он был одним из нас. Он знает систему. Он может попытаться ее обойти. Будьте внимательны. За начало. Россия. Красивая! Нашла меня по маяку Первый час еще не истек Да? А я не следила Видишь, когда не зеленые перемирия Когда станут красными Война Откуда ты знаешь? Знаю Еще семь минут Почему ты здесь? Я не из Москвы Не был здесь никогда Ты похож на военного У тебя есть все шансы победить, если действовать активно И что? Хочешь заключить союз? Ну, а победитель-то будет один Моя война закончится раньше Помоги мне добраться до Коваля Кто это? В наколках С которым ты в гараже цепанулся Он убил моего мужа и сына Бомба в машине Муж отказался платить бандитам А хорошо, они подобрали игроков Все разнюхали Ну так что? Поможешь? А я взамен Отдам тебе свои деньги Оружие, патроны Думаю, тебе не помешает Ну, допустим, мы его найдем Ты его убьешь И Лягу спать Яковлев Сергей Андреевич, это я Ты почему так долго на связь не выходила? Расскажу при встрече Ты из нашего номера? Линия чистая? Да, мне удалось Я внедрилась Но все не так Не так, как мы думали Не так, как хотели Спокойно, Дарья, спокойно Тебе угрожает опасность? Все гораздо хуже, Сергей Андреевич Тебя хотят убить? Меня? Меня уже убили